хе-хе 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 здравствуйте дорогие радио-телеслушатели Слушатели, еб-таки еще снова на ваших голубых и серых. Сегодня, вот буквально скоро, бля на бал, с земли обетованной, ну не с той, которой вы подумали, с северной столицей, привез вам привет от маэстро кулинарии, который там обитает, Илья Исакович Лазерсона. Привет. Но сегодня мы будем готовить отнюдь не его рецепт, а сегодня немножко грузинской кухни. Вот вы видите, у нас тут много зелени, это традиционно для любых грузинских блюд. Не буду говорить пока, что мы будем готовить, но у нас сегодня есть замечательный каре-барашка. Ну да, это блюдо, конечно, лучше подойдет и нога-барашка, но если бы и мажор, а мы можем себе позволить, то каре тоже хорошо. Итак, для этого блюда нам понадобится немножечко кипяченой воды. Не надо набирать, но... Поскольку блюдо скорее будет тушеное, и поэтому нам сейчас надо из унитаза набрать чуть-чуть кипятка. Традиционно это блюдо весеннее. Как мы знаем, весной поспевает алыча, хотя это, конечно, неправда. Как вы знаете, алыча поспевает осенью. Но поскольку сейчас весна, и мы в России живем, откуда у нас вручают. Мы сегодня сделаем небольшие отступления от традиционного рецепта. Готовить мы это будем, естественно, не в котелке, как обычно это делают, на пикниках в Грузии. В Грузии есть пикники? Он от другого смысла? Пикник, например, слушай. Пикник, например, да. Для этого нам блюдо понадобится соус в кемале. Я вот сейчас просто покажу и чуть-чуть его уберу. Тажиро? Да, вот этот. Тажиро сантоху. Тажиро испанский стык. Албаня. Албаня. Слишком жирные палки лучше оставить, не резать. Писикку хорошо, да? В это блюдо идет традиционно очень много зелени. Укроп, петрушка, зеленый лук, это все, что всегда есть. Ну, поскольку мы, опять же, пытались в России живем, мы не достали эстрагона, но мы его не очень-то хотели. Не достали кинзы, что-то всегда... В 4 утра очень сложно, грузинскую, но в 4 утра вот что-то не хотят доставлять именно кинзу, а все остальное у меня, пожалуйста. Вот эти вот бревна мы не будем использовать. Как известно, в них самый вкус, но они очень жесткие, в отличие от кинзы. В кинзы идет все, и стебли, и зелень, но в петрушке мы, в укропе, будем использовать только зелень. Берешь потом вот эту бревна, берешь, и нахуй убрасывай. Ну, мы моем. Вы, если хотите, можете так не делать. Обычно эти бревна можно использовать на бульон мясо с костями. Кипятите. Бросьте туда бревна. От петрушки, жопки от луков, усорогов и всего такого. Насылка носа, задрочность на основные яйца. Обязательно, если вы используете на бульон клювы устоносов, то обязательно задрачивайте их соловьиными яйцами. Всегда. Зелень готова. Что, зелень милен нарезали, теперь можно приступать к закладке мяса в наш, так сказать, противень мощнейший. Конечно же, можно и поджарить для пущей краски, но у нас грузинская пухка идет. Свежайшая вообще. С Петровского рынка. Свежайшая, нежнейшая ертая. Свежейшая. Баранина на кросточке. Если вы не знали, а вы не знали, то коробарашка это тупая баранья вывеска. Я сейчас пизжу, кстати. Пизжуешь. Не пизжуешь. Кора-барашка это кусок спиной мышцы, которая у говядины именуется рибай. Ну или толстый край по-нашему. Рибай. Прикрепленный к ребру. Так? Ага. Понимаете, все. Почти это не будет. Все попутал. Нитяй, привет. Кабыч, прессон, привет, нитяя. Традиционно привет, нитяю. Традиционно привет, чирсу. Чирс, да, привет. Газу привет. Чтобы это не значит, что... В общем, сегодня это чистой воды экспромт на тему одного известного грузинского города. Ты берешь, вот нахуй, и нахуй. И нахуй. Если я, блядь, увижу, что кто-то будет орать в комментариях, это делается не так, идите в жопу. Это не то блюдо, а вариация. А это блюдо. Наши вариации на это блюдо. И поэтому... Собственно... Да. Духовку на 180, скажу, что. На самом деле это блюдо делается в котелке, в казанке или в котелке. Во-первых, не очень удобно, я это по собственному опыту знаю, делать каре барашка в такой емкости. Не помещается. Во-первых. Во-вторых, если у нас есть противень, есть духовка, почему не попробовать это сделать в духовке? Я думаю, эффект будет нехуй. Человечка скипит, и мы пасыли. Значит, поскольку это будет тушиться, мы заливаем не весь объем. Вот, кстати говоря, мясо уже начинает подвариваться. Кипяток мы льем, чтобы просто быстрее закипело, чтобы не терять. Ну вот, я думаю, так хватит. Тушеное, как вы знаете, это не вареное. Тушеное, это то же самое вареное в малом количестве воды. Вот, пожалуйста. Завоняло уже, пораняло. Ну ничего, сейчас мы засыпаем. Зелень, мелье. Засыпаем всю. Может быть, конечно, кто-то скажет, что это мало. У меня просто штука даю канала есть. Она разная форма, если чесноковой даю. Хуйки там. Чеснок хуйками, как вам это нравится? Вот. Теперь офигенная смесь сванская соль. Вот вы сбросите, сгукасыбят, сгук. Я хуй знаю, сгукасыбят. Чтобы аромат пожил. Солить, наверное, еще будем дополнить. Что должно быть ароматное. Это же грузинская кухня, правильно? И теперь, ну это тоже был гвоздь программы, но... Опять же, повторюсь, поспекалыча у нас нет. Сюда еще лучше добавить белое вино. Сухое белое вино. Но у нас только сладкое. Сладкое мы решили не добавлять. Все. Фигачим соус кемали. Соус кемали, ну, теоретически, нам заменят алычу. Сначала мы это должны затянуть пленкой. Наши чесночок продавим. Но сначала чесночок, да. Тут воды много. Блядь. Блядь. Утонул, Бурак. В общем, я думаю, что ты вот так вот берешь. Это супер модная новейшая чеснокодавилка. Чеснокодавилка, блядь. Сейчас и вот так вот нахуй, блядь. Ой, да, смотри, как он ебанул. Смотри, как секси. Смотри, как ебфи, блядь. Так это не чеснокодавилка, это прям резалка. Смотри, как ебфи. Слушай, у меня другая есть. Насадка попробуем или сразу эту? Ебаный в рот, блядь. Нормально, контент, контент. Ебаный в рот, блядь. Контент, контент. Дзярмо. Так, насадка номер два. Червячковая. Ну, тут классическая хуйня, собственно. Ну, просто крупный, по-моему, да. Берешь вот так вот, раз, нахуй, и все. Но, ребяточки, самое интересное, остается вот здесь. Вот все вот, когда чеснокодавилка, блядь, вот там, юбану, вот там, это, блядь. Вот это хуйня, не это. Понимаете, когда блюдо растушеное, самый чеснок, нахуй, здесь, со мной. Да, и считать, что это просто пленки. Нихуя, да. Жесткие. Ну, во-первых, не жесткие, во-вторых, они растушатся. Да. В тушенку, когда тушите, что-то, вот это можно выбрасывать. Выдавливать сюда. Не стесняться, потому что будет самое вкусное чеснок. Клиент упакован, засовываем его на 180. И ждем. А сколько ждем? Минут сорок? Давай минут сорок. Минут сорок, потому что у нас там каре, она очень быстро готовится, это нежное мясо, поэтому много мы не будем ставить. Минут сорок, а потом проверим. Время прошло. Окей. Собственно, достаем, у нас все готово. Вот немножко обманули, не 180 градусов, а 250. Да, и фольгой лучше не накрывать. И-и-и-и. Во-первых. Брэц. Брэц. Папа. О, на. Но запах. А пахнет, как мю-ю-ю. В общем, загадок у меня получается. Вау-вау, щедренно. Хотите, мы приедем к вам приготовим. Такую же хуйню. Могу мы не приедем. Потому что вы же не позовете. В общем, кто не понял, губа называется Чакапули. Ну, опять же, это вариация на эту тему Чакапули. Ну, вкус примерно будет тот же самый, и ничуть не хуже. О, на. О, на. Собственно, как и вообще год. На этом ресторан Рейд. От Йопта Кичин заканчивается. Everybody sing in a no, please. Собственно, ешьте грузинскую кухню и не бойтесь. Тан-тан-тан. Нет, там еще одна. Пальгонату взлажаешь? Да, чтоб лучше. Знаешь, я перчатки делал полчаса, бля. Причем, при этом, кстати, вот это все снимало. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан